девчонки и мальчишки всем большой привет и я решила этот вечер провести с вами так сказать скоротать вечерок вместе с вами ну и как заведено мы совмещаем приятное с полезным в этом видео мы будем просто болтать пить чай у меня новая чашка кстати говоря мы сейчас к этому вернемся сразу анонсирую что будет в этом видео это будет скорее болталка но в каждой болталке я стараюсь сделать так чтобы вам было интересно я хочу в эту болталку включить уход который я на данный момент сейчас делаю себе чем пользуюсь какие-то средства покажу и положила покупки которые я тоже хочу показать вам покупок очень многое честно говоря просто не успеваю все показывает своевременно поэтому сейчас тоже будет не все далеко посмотрим может быть разговорня меня заведет так далеко что до покупок даже тех которые я разложила на столе перед собой даже и не дойдет до всех поэтому готовьтесь болталка чай пилка у меня не кофе а чай потому что кофе я уже норму сделала ну и вот решила чай попить и готовы если то поехали значит у меня все как обычно я из душа вечер посвящаю себе и вам такой небольшой кусочек вечера и поэтому с патчами патчи сразу покажу у меня вот эти еще никак их не докончу я вам показывал уже парочку дай на раз это эти патчи от евы тонизирующий от отеков вот туда на основании чего вы можете сделать вывод что я не так часто как хотела бы использую к сожалению уход до время не хватает хотя я сто раз не права но и все таки у час они уже подсыхают я скоро их сниму но пока еще держу пока нормально так сразу давайте покажу девчонки мальчишки вам новую чашечку свою вот такая у меня чашка это подарили мужу но я не выдержала этой красоты позавидовала и от отобрала у него говорю а зачем тебе такая красивая чашках мне-то она конечно нужнее и он сказал нравится то бери и я взяла чё отказываться правда кто же от хорошего отказывается точно не я поэтому у меня здесь чайок я буду попивать в этом тоже себе нолите хорошо там чаю кофе кто что итак девчонки давайте поболтаем покажу сразу ну расскажу новости про все про кошек про зубы опять про свои про все 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 и ревгош вспомним много вспомним в этом видео всего и так новый маникюр не успела вам даже в telegram ничего сделать поэтому показываю сейчас вот как есть почему такой бледненький спросите вы бледненький потому что вот вам ответ видите четыре ногтя хороший один у меня был травмирован травмирован и я не стала его это сейчас он поджил и немножечко подрос а был у меня он очень сильно сломан и кровоточил вот здесь вот на границе я не стала его травмировать еще больше снова накладывая там вот этот вот покрытие шелак да у меня поэтому жду пока он отрастет ну и вот уже на будущей неделе я пойду наверное его покрывать так что чтобы не отличалась так сильно думаю буду вам какое-то видео снимать крупным планом руки например да там может быть товар какой-то показывать под какие-то неважно что там распаковку и представьте ногти такие ярко-красные и один вот такой некрасиво поэтому пока думаю ну значит мы походим в таком нюде в таком люди вот про ноготочки рассказала про чашку рассказала давайте наверное чем что сейчас я использую для себя и что у меня заканчивается и что я новенького начала мой любимый вот captur total dream skin от dior к сожалению подходит к концу мне ужасно жаль он мне очень нравится это вторая банка у меня а и сейчас я как зашла тут в ревгош он стоит как космос это ужасно если честно просто ужасно запасы тают поэтому он у меня наверное на завтра если мне его хватит то это будет хорошо то есть одним пользовался смотрю он уже такие холостые выхлопы делает ну все невозможно прекрасным и длится вечно но я его очень-очень любила очень мне нравился как уход он тут и антивозрастной и очень приятно по диоровский пахнет отдушечка не как у шанель которая меня все-таки подбешивает я ее терплю а диором все что касается косметики диор я наслаждаюсь чувствуете разницу но и на этом фоне покажу конечно шанель конечно шанель я начала еще работой в магазине когда все случилось быстренько приобрела себе вот такую коробочку с кремом это питательный и защищающий крем hydra beauty nutrition так он по-французски читается нутрисион вот эта баночка сама по себе я ее уже открыла и на ночь я его наношу вот вот у меня видите какой но и все бы ничего текстура божественная и все мне нравится слава богу здесь отдушка не такая яркая хотя она все равно есть как например в питательной маске которая у меня есть тоже вам ее неоднократно показывал сейчас уже шкаф не полезу которую я верите никак не добью когда добью вы ее увидите пустых банках а вот здесь только что отрадует меня что это шанель и не с такой сильной отдушкой кто реагирует также на дужки шанель напишите хорошо девчонки мальчишки я думаю неужели я одна работая в магазине я не встречала много людей кто покупал бы шанель нравилась бы там косметика шанель и при этом как я немножечко терпел кое-какие отдушки что-то я спокойнее переношу что-то не очень хорошо переношу ну тоже в общем да так апачи по моему мои как раз да все пора 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 сыворотка которая осталась так я ее немножечко просто пришлёпну так все теперь это у меня на ночь а что же я вот сейчас думаю что я днем то использую прошу прощения какой же крем дай бог памяти я исполнил глаза я помню у меня еще у меня вот хак для глазок я вам показывала а что я когда я тороплюсь то я использую вот эту банку большую но мне какой-то крем что я забыла так вот я использую эмбриолиз это уже тоже вторая бодейка у меня очень хорошо что я тогда купила их купил вообще всем маши маме себе и еще себе очень когда я тороплюсь я прям быстренько быстренько на все лицо и нормально макияж ложится с этой бодейка и все знают до эмбриолиз три в одном как крем для лица как база на которую хорошо ложится макияж и как питательная маска поэтому все в одном я его торопясь когда быстро быстро все накладываю бегу я вспомнила мне же по моему утро нечем заменить я вспомню сейчас у меня же вот этот шел на утро кажется или его на утро на вечер короче девчонки я не вспомню что теперь у меня на утро вот это вечер у меня однозначно то что это питание и утром я его не наношу а вот если завтра я использую вот это у меня конечно есть еще баночка я по моему вам не показывал кстати говоря сотка мне маша привезла из дьюти-фри элизабет ардан крем 100 миллилитров представляете вот или показывала не помню на день рождения не подарили со славой может быть его я открою не знаю пока не соображу а может у меня что-то есть как альтернатива но я сейчас не могу вспомнить что так что это нормально для меня поехали дальше ой что-то я села на конька девчонки погнала с покупками да ну в общем не мне не обращайте внимание кстати на руках у меня сейчас крем от колоранс вот этот вот их легендарный крем для рук и ногтей питание уход защита увлажнения и успокаивающий такой эффект тоже в этом креме от колоранс у меня была миниатюрка я сама себе покупала в нашем магазине а потом где-то видео я сказала что мне он очень нравится но он у меня заканчивается и девочки славян и сестры мне подарили не вот не так давно коробочку уже большую полноформатную в 100 миллилитров с этим кремом девчонки еще раз спасибо мне очень очень нравится поэтому я пользуюсь прям с дорогой душой так вот это просто показала по ходу что сейчас на мне и что сейчас в ходу да еще я обещала вам такой момент я сказала что когда мы учились в школе макияжа вайконфейс то нас у нас был урок нас обучали красить брови я тогда прям очень захотела себе накрасить брови и маме в итоге у меня все есть я сейчас вам покажу у меня есть такая краска от эстель для бровей ресниц коричневый тон кто-то красился или нет девчонки вот она у меня запечатанная она у меня лежит я ее купила еще до школы до того как все это случилось и был у нас урок по окрашиванию бровей но не знаю зачем купила красть ресницы вспомнила не брови ресницы я хотела попробовать но она у меня так и стояла потом когда прошел урок я думаю так все я накрашу маме ресниц брови уже у меня не столько ресницы сколько брови и себе буду красить брови но пока еще галюс не дается она не часто бывает у нас поэтому никак я ее не подловлю и там же надо было еще купить осветлитель кожи но если вы заедете то как-то или переборщите с краской чтобы можно было подтереть так вот я купила вот такой лосьон где же это был то вал берез еще не распечатала он стоил вообще обалдеть 199 рублей девчонки здесь 250 объем и хотя в школе мы использовали другое средство как снятие краски с кожи но я когда ходила к парикмахеру к своему тут она мне посоветовала мы разговорились это средство она говорит я сама его беру покупаю и скинула мне ссылочку вот собственно я по этой ссылочке прошла и тоже вот этот заказала если тоже вы пользовались напишите хорошо но я и верю и нет смысла как-то говорить мне не то что есть поэтому я вот попробую галюса к себе затащу попробуем на ней и попробуем на мне все-таки обещаю вам что мы это с ней сделаем если у вас был опыт напишите хорошо так вот это я вам показала это кстати ну соответственно это покупки вот это правда старая покупка но я вам ее не показывала а вот это новое средство лосьон для удаления краски с кожи он звучит не содержит аммиака деликатно очищает если нужна ссылка сброшу так потом я купила себе вот это я заказала кстати на рандеву это у меня тональный крем от пупы в первом оттенке 01 ньют вот такой кстати здесь еще будет то что я заказала на рандеву у ребят вот я сейчас много очень заказываю косметики и вы в этом скоро убедитесь я периодически буду вам показывать мои покупки показываю вам новый тональный крем свой и вот опять же вот этот заказала на рандеву мой который у меня дома вот этот вот он а это мой новичок кстати здесь у меня не так и много осталось наверное меньше половины мне он очень нравился его прямо отпользовала с дорогой душой ну и соответственно заказала и кстати помните у меня на рандеву промо-код 10 франц пропишу в комментариях пропишу вам в инфобоксе не забудьте хорошо может быть где-то здесь оставлю тоже 10 франц но там действует промо-код при покупке от двух с половиной тысяч рублей вы его можете использовать там акции скидки все что на рандеву проходит вы минусуете и еще берете мои 10 блогерских процентов в минус поэтому не забывайте ладно некоторые девчонки забывают даже мне парочку написали что ой слушай ну как-то не часто ты снимаешь не часто напоминаешь про свой промо-код и в телеграме и везде поэтому мы сначала заказали используя другой промо-код другого блогера а потом посмотрели твое видео и оля ты же тоже снимаешь да ребят я не часто так вот получается наверное озвучиваю просто помните хорошо где могу всегда озвучиваю про свой промо-код 10 франц так биби крем еще раз для кого очень тонкий не скроет какие-то серьезные нюансы но отлично выровняет кожу люблю его потому что девочкам возраста наверное уже 40 начиная 5 плюс и дальше 50 55 60 65 70 75 и 80 до бесконечности это классный продукт для возрастной кожи он ложится как вторая кожа идеальный тонкий за свои деньги он служит отлично ну и spf 30 опять же хороший spf фактор и не уступает дорогим кремом тональным которые люксовые стоят в три в четыре пять раз дороже тут он стоит еще тысячу сто тысяч рублей посмотрите а на скидках там на промо коде будет еще дешевле я прям очень рекомендую и он там двух видов для вот я беру для всех типов кожи а там есть для смешанной для комбинированной и для жирной ладно имейте ввиду обращайте внимание вот что еще заказала сейчас скажу вам еще я задавайте сначала на то что я на рандеву взяла а потом то что в других местах потому что в разных местах все брала еще на 2 у меня было две вот такие кисти заказала две кисти от натальи шик за номером 07 они идут так где вы видите вот так они идут для растушевки теней у меня есть кисть там в наборе у там меня стол стоит и на нем может быть вы видите в камеру или нет там лежит мой кофр с кистями и семерка одна из моих любимых кистей и вот я решила еще две кисточки заказать потому что ну когда одна хорошая кисть этого маловато ее надо мыть постоянно если темные тени а если светлые тени то в процессе ты даже если кого-то красишь что и в процессе тебе неудобно будет с одной кистью поэтому еще 2 и также на рандеву я заказала вы можете заказывать где вам удобно но мне удобно заказывать на рандеву дальше девчонки поехали так если семерка не работали попробуйте хорошо действительно очень хорошая кисть у наташи шип еще у меня ой маски потом давайте покажу теперь хотя не давать с масок чу я их убрала там вот такие три масочки и тоже стран дым кстати я посмотрела и у меня осталось всего две маски в наличии когда работала в ревгош было много масок я постоянно тяжело удержаться я постоянно постоянно что-то покупала вот мелочь особенно какую-то маски патчи всякие не не знаю что все 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 что бальзамчики то да все а как ушла то обратила внимание что раз и нету чего-то не хватает того-то другого и в итоге спохватилась что а у меня действительно во первых нету гидрогелевых патчи под глаза вот такие тканевые есть но гидрогелевых нету раньше всегда были и пусть даже я не до конца ими пользовалась и даже маме передаривала но все равно они у меня были и в любой удобный момент я их использовала а сейчас нету у меня была всегда куча масок а сейчас опять их нету осталось только две и я подумала что это мало ко мне иногда приходит в гости кто-то и я там что-то кому-то передариваю короче говоря у меня даже запаса никакого нет чтобы что-то кому-то подарить все все запасы кончились поэтому такие три масочки опять же стран дыбу я взяла две из них лимоник вот они вот эту я вот эти обе кажется я пробовал еще работой в магазине вот эту точно увлажняющую а вот это с муцином улитки по моему сейчас с коллоидным золота а это с коллоидным и коллагеном все вот такая питательная она увлажняющая и для сияния а вот эту я расскажу вам вот такую вот уже заказывала вот это сейчас еще одна у меня увлажняющая с алоэ от этого бренда джей луна он кажется называется очень такая симпатичная масочка и пахнет прям вот этой зеленью от этого лови прикольно но только без горчинки просто свежей зеленушкой так вот это брала тоже на рандеву убираем из едем дальше девчонки я немножко помешалась на кистях это правда и я себе ну я не себе я в основном для работы ну получается что и для работы и для себя закупаю кисти пачками мне кажется почему то что мне почему то кажется что это как-то облегчит мой труд сделает макияж лучше ну одним словом я немножко свихнулась на кистях и поэтому скупаю их это правда вот эта кисть от рублев была заказана за номером 103 описание все все что здесь увидите будет как всегда в инфобоксе этот я купила озон или валдберрис где-то в интернет-магазине вот такую кисточку это козочка также для теней натуральная козочка смотрите какая себе симпатичная средняя средняя плоская кисть от рублев козочка и цена у него была очень хорошая рублев очень себе даже симпатичный бренд и у меня несколько кистей от него не знаю сколько ну прям порядком тоже вот такую нашла еще цена была прям суперская поэтому взяла дальше я коробочка уже выбросила а кистика кажется не показала вот это от номер один кисти для губ двухсторонний она вообще копеечная там кажется 200 рублей и красная цена она небольшая удобная там косметичку или куда-то не знаю конечно она ничем не закрывается но плюс в том что у меня кофр он прям раздутый у меня уже столько кистей что в один кофр не влезает поэтому а вот эту штучку которую я вам показывал от лимоней помните вот такой пенальчик для кистей а я его использую не совсем по назначению меня здесь карандаши видите у меня здесь тени разные а вот вот так вот у меня все вот это выглядит и получается что для кистей места нет поэтому мне мало кофра а эту кисточку она маленькая тоненькая и в любое место засунешь и она везде будет к месту и удобно вот по поводу как она как она работает с губами честно говоря я не сильно еще поняла поэтому пока мне сказать ничего единственное могу сказать две стороны они они разные вот здесь более острый кончик если вам видно а вот здесь он более широкий хотя так визуально это не сразу бросается в глаза ну вот это так теперь купила да это купила в ревгош у себя время у нас в ревгош в нашим так эти подождут уже сразу про ревгош начну еще в ревгоше я приобрела еще три кисти вот они я их еще даже не открывала это кисть для теней 334 средняя сейчас покажу как выглядит сразу покажу вот она вот такая слушайте у меня сказала болталка сама показываю вам и не могу остановиться на показываю показываю этот оклон ну номер один очень неплохие все кисти поэтому мне нравится на самом деле их продукция вы понимаете я уже в ревгош не работаю смысла мне хвалить кого-то вообще никакого нет тем более компания ревгош игнорирует меня как только может ну и как бы пусть у них все будет хорошо вот такая кисть так дальше для теней вот эта кисть такая у меня есть 333 я вам сейчас я покажу ей очень удобно она более широкая тоже плоская по сравнению с предыдущей более объемная и ей удобно и консивер наносить и тени наносить вот такая кисть вот у меня есть сказал уже это будет 2 потому что действительно иногда не хватает у тебя светлые тени у тебя темные тени и получается что ну ты даже когда сама краешься кисти в процессе меняешь не хватает так участь надо вытирать или брать другую кисть это все время занимает которого у меня нет 330 это 333 а это 332 вот такая изогнутая для подводки я ее вот эти две кисти я знаю а вот эту я не пробовала вот она ведь с тонким таким кончиком я не могу пока вам сказать ничего про нее хороша она или так себе будет она здесь лохматиться в процессе или все таки выдержит но у нее удобная форма удобно да как-то раньше внимание обращала когда работала как выучилась так сразу оценила что а формата у нее девчонки удобная у этой кисточки прям вот удобная действительно она как бы сама тебе помогает своей формой рисовать вот эту вот стрелочку да поэтому надо попробовать нам с вами будет кисточку так и еще две кисти сайт сколько кистей у меня так вот больной человек то духов было то теперь у меня с кистями любовь морковь ну поехали и еще вы держите две кисточки это уже монолепро вот эти я заказывала на рандеву к 52 и к 43 вот естественно это все для глаз и я сейчас вам покажу как это выглядит так если только смогу открыть эти коробки сложные вот такая кисть язычковая сейчас сниму эту заглушечку вот она такой симпатичный среднего размера язычок небольшой не маленький тоже плоская кисть ну вот она правда уже вот как-то немножко ершится у меня ну возможно я не аккуратно или она так была надета или я так не аккуратно не знаю пока посмотрим как она будет вот такая кисть а вторая кисточка еще более маленькая прямо на маленькая-маленькая маленькая для мелкой проработки вот такая посмотрите но мне что не понравилось не очень понравилось 43 она пришла без колпачка и она какая-то кривенькая то есть она где-то заломалась и это как-то немножко грустновато но смысл вы поняли вот тоже маленькая чтобы удобно было там заполнять что-нибудь да или вот может быть действительно там стрелочку посмотрю посмотрю все что связано с глазками с мелкой-мелкой проработкой глазиков ну да то что без колпачка это какое-то небольшое упущение не знаю почему должна она быть с колпачком или нет непонятно но лучше бы если все таки был колпачок безусловно так кистями разобрались да сейчас хлебну и мы с вами продолжим хорошо кстати когда говорила про уход на губах у меня вот он уже видите все это тот от гурманди с бальзам который я показывала и говорила что он сломался у меня но я им пользуюсь то ли я его уронил уж не помню ну и вот в итоге кстати вот до какого состояния вот так я их прям много-много использую постоянно вообще на регулярной основе несколько раз в день я не обхожусь без них поэтому да он у меня сломался но не буду врать по какой причине не помню то ли я уронила то ли крышку как-то пришлёпнула то ли не помню почему но это мне не помешало его до конца использовать слушайте и самая большая нет не самая самая большая покупка будет последняя еще купила заказала ссылки посмотрите в alberis или озона я не вспомню сейчас где была скидкой очень хорошая цена вот эта большая банка увлажняющего геля от это у меня холика холика от холики холики я купила увидите где на каком-то маркетплейсе но не в ревгош в ревгош тоже было вот это есть в ревгош но кажется не было скидки вот на этот гель я посмотрела и тогда нашла его где-то на зоне то ли на в алберисе а большой объем меня порадовал здесь 300 ой нет без очков не вижу я напишу сколько хорошо большая бодейка но ее видно попробовала уже для увлажнения кожи до для донесения макияжа под макияж вернее хорошо увлажнить кожу гель вы видели у меня предпоследний был вот этот вот от лореаль который мне очень понравился я пользуюсь им пока сама скажу вам честно но я как бы все для затеста но тем не менее я его использую все на себе пробую пробую мне все нравится и нравится до моделей пока не дошло поэтому я вот видите лифт поднимается и поднимается у него же такая вот до дозатор и как бы лифтом поднимается вещество наверх и видно сколько здесь использовано вот вы посмотрите так что это это средство мне очень нравится но я понимаю что она маленькая я решила заказать вот такую большую бодейку но лореаль пока выигрывает безусловно этот гель он вроде бы то ли я мало им пользуюсь то ли он имеет одушку который мне не нравится на сладковатый арбузная может кому-то нравится но мне сладкие одушки не нравятся даже если они не прям сладкий а сладко хотя бы чуть-чуть сладковатый я пришла к выводу что они меня подраздражают мне нужна свежесть вот свежие одушки я люблю чтобы это как-то пахло огурцом как многие скажут огурцом хорошо пусть будет огурцом вот огурцом или чем-то таким акватическим или чем-то зеленым растительным я тоже согласна мне нравится но вот все-таки арбуз он сладковатый и мне не приятно не очень приятно и вот такой жидкий по консистенции вот лореалевский гораздо как будто бы более густой и желеобразный а вот этот сейчас вам покажу чем мы с вами вот и цвет у него розовый вот у этого геля и отображает камер или нет я не знаю он более водянистый он прям такой раз в тон неплохой я не ругаю его и одушечка а нас тоже и возможно я не очень права категорично как-то сказала неплохой неплохой я думаю что для работы он как раз нормальный а вот для меня самой я второй раз его себе вы наверное не купила но с другой стороны с другой стороны вот вроде сейчас нанесла и вроде бы все неплохо бывает такое когда на один продукт подсаживаешься как я вот я сейчас подсела да да на вот этот лореаль и все лучше этого лореаль у меня сейчас пока нет но я не беру девчонки я не беру всякие свои там какие-то более дорогие средства я беру пока недорогое такое среднего бюджетного среднего класса какие-то вещи вот этот бюджетный на все-таки до считается бюджет конечно поэтому из бюджета это очень очень себе неплохо про люкс я не буду пока сравнивать вот из прочих конечно я бы для себя выбрала вот этот гиалурон эксперт но мне же для работы надо поэтому для работы я думаю что себе вполне расход большой а дополнительное увлажнение но никому не еще не вредила так как у меня тоже как у начинающего в этой области визажа человека никто мне пока не собирается к ногам деньги швырять да то конечно я пока все вкладываю 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 непонятно будет ли отдача естественно надо как-то разумно вкладываться так рассказала вам про это ну и давайте самую дорогую покупку покажу я была на мастер-классе у бренда лейла кто подписан на инстаграм я там делала такую презентацию по моему в и в истории выкладывала и в публикации делала про этот бренд и про то как я была на этом мастер-классе и не выдержала я купила вот такую палетку если мало кто из вас подписан на мой инстаграм кстати в телеграме я это не осветила извиняйте вообще девчонки извиняйте я telegram немножко на этой неделе тоже под запустила как раз всякие были дела да случай поэтому под запустила telegram даже в инстаграм больше постила чем в telegram поэтому не макияжа вам не показывала не сегодня сделала подборочку для инстаграма тоже со своей персоной и запустила туда telegram у меня голый висит да да пардонте ладно буду исправлюсь буду туда и туда и как-то и так и так палетку не выдержала купила большую палетку теней тем кто присутствовал на мастер-классе дали скидку в 35 процентов поэтому я соблазнилась и палетка вышла у меня в 3 3 300 и 3 300 к 3 300 кажется вышла палетка 3 300 или 3 500 не помню вот такая большая и я вам сейчас покажу лейла косметик называется бренд покажу сейчас ну вот вот так покажу бачком да здесь большое зеркало я его сейчас закрою чтобы не бликовало и покажу вам цвета посмотрите как круто это выглядит очень интересные цвета на мой взгляд такие ходовые они здесь и будничные повседневные для спокойных каких-то макияжей дневных и в то же время есть прям такие красивые темно-синие например очень красивый у кстати у меня еще одна кисть которую вам не показала позже мой вот такая еще кисть от это из леонардо это синтетика тоже взяла для вот так она выглядит для глаз естественно для стрел для всего из магазина леонардо это тот который где вот всякая всячина кисти там какие-то краски какие-то нитки какие-то бисеры не знаю все 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 такой типах как он халя хозяйственный или аля какой он там вот леонардо за номером здесь я увижу номер то я вам скажу номер я не в 4 номер 4 но я не пользовалась и она новенькая просто показываю что еще одна кисть попалась мне новая на глаза так что посмотрите какие цвета очень красивый синий очень хороший здесь белый и черный прям черный такой густой насыщенный а белый это прям настоящий белый белый ну и вот для пастельных дневных цветов вот макияжи вот такие вот удачные цвета но опять же здесь есть с металликом вот очень красивый металлик а вот этот вот он называется флюид вообще бомба посмотрите я не знаю отображает ли как вот там нас все это в камеру смотрится но правда красивая палетка мы прям на мастер-классе влюбились в нее все и очень многие тоже девочки и мальчики покупали палеточку там была еще другая в розовых тонах более такая такая девчачья что ли как это там бежевенький розовенький поярче посветлее потемнее побледнее но я взяла вот эту палетку вот это мне как-то прям понравилось больше вообще много всего было мне понравилась их продукция но все не купишь опять же дороговастенько все это за свой счет дороговастенько все выходит на самом деле так девчульки и мальчишки что еще было на этой неделе наверно болталка у нас такая покупки плюс болталка будет продолжить на суть по всему я постараюсь еще 10 минуточек и все и разбегаемся что хотела вам сказать еще дашка подашки по кошки дашка супер всему подхватила воспаление легких и она же такая вольнолюбивая кошка они у нас живут и потом уже близость весны и они маленькую я вообще не выпускаю вот из сарайчика где она живет до из теплого а дашка она гуляет она там выходит когда хочет заходит я ее запускаю там или но муж сын кто-то кто видит ее вот она сидит там запускаем потом рвется на улицу выпускаем вот она туда-сюда но главное что на всю зиму вот так промигрировала и все было нормально а тут я смотрю на кашляет прям кашляет я никогда не видела у меня же вообще мы с кошками не дружим ну то есть от слова совсем всю жизнь с собаками тут кошка и тем более бездомная как-то не углублялась сильно в этот вопрос считал что достаточно дать ей уют тепло кормежку проглистого честно я считала что глисты самые опасные враги кошек глисты вот ну потому что они разные бывают бывают там тяжелые потом я видела как дашка обливала глистами то есть у нее из всех мест они из заднего как бы изо рта вот я жутко перепугалась никого такого не видела все прочитала проглиста гонила обеих а тут зима настала думаю зимой то как бы не мышей не глистов ну в общем думаю сейчас будет весна вот сейчас проглиста гоню еще раз сюда маленькую стерилизуем когдашку и как бы все отпущу их на вольный хлеба и для меня глисты были самой страшной напастью представить себе и тут вот она смотрю кашляет и вялая вечером я покормила она была прям как всегда как черт из табакерки прыгает а утром прихожу на вообще на меня не реагирует спит как бабка старая прям сидит вот знаете носом клюет глаза почти не открывает закрыты я сразу на еду вообще не смотрит ни на меня ни на еду ни на улицу вообще ну я сразу поняла что так это не нормальное ее поведение она так никогда себя не вела она супер активная кошка просто супер активная общительная умная никогда и всегда хочет кушать поэтому я сразу поняла что она заболела ну вот в клинику в общем сдали там анализ еще меня заставили там сдать еще один анализ вот в общем не буду сейчас ладно про анализа короче я моталась вот с кошкой с дашкой я мотылялась она на антибиотиках сейчас и прямо на вот как и в клинике антибиотиков кололи и сразу стало лучше а дома я еще и дала в таблетке и вот я две недели нам прописали антибиотики пока она у вот на этих антибиотиках я ее вообще не выпускаю на улицу да им там грустно скучно они как в зоопарке у меня в этом сарайчике но я прихожу с ними играю общаюсь убираю кормлю да пока вот так вот но думаю пока как бы не выпущу завтра еще поеду в клинику разговаривать тоже там с врачами как бы анализы ей все узи сделали рентген сделали все и сделали во всех местах короче поеду завтра еще общаться вот это подашки почему еще забросила телеграммы как бы вот не ходила в ревгош вообще на этой неделе никого не красила нила вообще так потом еще какая у меня была еще какая-то была но а зуб потом помните вам рассказывала у меня не так давно было видео где рассказывала про больной зуб что я мучаюсь и вот в итоге в итоге зуб и мы нашли я кажется рассказала залечили мы это нашлась там мы выбирали врач между четверкой семеркой это была четверка я по моему везде написала в телеграме точно по моему озвучила что все зуб мы залечили нашли больной зуб все нормально я пошла на прием ко второй раз к врачу и мы с ним доделали снял зубной камень он мне и у семерки там между шестым и седьмым был карман куда попадала пища но опять же как бы все это было не супер а из все он не почистил снял с 7 зуба пломбу семерка живая он снял с нее пломбу потому что она как-то провисла и вот как раз за счет того что она старая пломба большая по куда-то спал златан что ли и образовался этот карман между шестым и седьмым короче он мне убрал старую пломбу поставил хорошую новую заплатила я деньги и он мне говорит такая большая пломба все большой объем работ был почистил от карман отпускает меня и говорит ну все все там больше ничего не надо все нормально мы с вами все сделали он у вас поболит то есть он какое-то время вы там не ешьте на нем он будет поднывать побаливать в общем и потом все пройдет я терпела первые три дня я терпела вообще исправно я так на вид пескля на самом деле я очень терпеливый человек я терпела три зуб болел он просто болел вот не переставая как отошла заморозка он болел вообще не переставая болел он не просто как он сказал я вообще не ела на этой стороне я ела на правой стороне вообще не касалась этого зуба но он болел настолько что я я не могла вот еще была у меня какая как бы оказия что я практически ничем не могла заниматься и не в ревгош ходить никуда я просто умирала от боли он у меня болел 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 три дня я терпела как оловянный солдат каждый раз думаю ну сейчас он поболит и перестанет там же большой объем работ меня же предупредили что будет больно он сейчас пройдет 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 на четвертый день к вечеру я просто завыла у меня боль уже разлилась по всему уху вот как будто как раньше шея ухо вот все вся вот эта сторона я не могу не говорить ни с кем общаться ничего у меня уже слезы с глаз значит я три дня пила таблетки прям на ночь вот весь день я терплю как стойкий оловянный солдатик вечером когда у меня уже я просто вообще не человек я на безболе шесть дней прошло или 77 дней на четвертый день приема таблетки я поняла что тут ну вот явно что-то не так причем я заметила что как только вот я на ночь выпью таблетку ночью сплю как хорошо как положено утром просыпаюсь вроде все ничего но как только мне в рот попадает какая еда просто водичка не горячая не холодная любая комнатная как только я начинаю там чистить зубы я даже зуб вообще не трогала от страха просто вот попадает в рот вода ты набираешь полоскать рот как только зуб чувствует любое изменение видно температурного режима все начинается боль короче я поняла что тут явно что-то не так раз реагирует на температуру в общем вот с этой неделе я терпела и на восьмой день я записалась к врачу должна была прийти к нему 3 марта но мне позвонили из клиники и врач увидел мою фамилию вызванил а у него было окно свободное вызванил попросил чтобы мне вызвали и спросили что случилось он меня помнил и все и когда я сказала что то он говорит ну пусть она приходит в общем приходи пораньше у меня окно и я вот прилетела к нему в итоге у меня там кариес за того что мы все это чистили снимали вынимали как-то он его там я не знаю девочки не спрашивайте как не заметил галюсик считает что-то какой-то не может быть как мог не заметить кариес девочки не знаю я ведь не стоматолог просто говорю как было он еще готова какая вы не везучая я думаю это точно я первый раз отдала 6900 вот конкретно за этот зуб за эту пломбу да за там камень зубной был пломба думаю первый раз 6900 и сейчас у меня было 9800 думаю это я точно не везучая но очень короче он не допульпировал все сделал и был простые боги у меня ничего не болит я просто счастлива теперь я нормальный человек могу с вами вообще работать общаться и в гош ходить все что угодно вот девчонки мальчишки 45 минут я вас целую обнимаю рассказала почти все что могла почти все что вспомнила да и в гоше не дошли поэтому я надеюсь поставлю прям как есть ничего врезать не буду если что мотайте встретимся в комментариях под видео хорошо все безу